МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авокадо, собственно говоря, творог-президент, зелень необходима была для этого продукта, ну и кусочек помидорчика и огурчика для окраса. Я думаю, что мы можем еще один тем временем приготовить и, естественно, поведать нашим телезрителям о том, что пообещал Бондарчук. Вы знаете, Бондарчук пообещал пройтись по квартирам в образе Деда Мороза. Снявшийся в фильме «Дед Мороз. Битва магов» актер и режиссер заявил, что вместе с коллегой по съемкам планируют в Новый год поздравить детей и взрослых в праздничном костюме. Режиссер и актер Федор Бондарчук представил в Москве новый фильм-фэнтези со своим участием. Картину «Дед Мороз. Битва магов» Александра Войтинского и заметил, что готов 31 декабря пройтись по московским квартирам, чтобы поздравить всех детей в образе Деда Мороза. На пресс-конференции одна из юных зрителей спросила Бондарчука, который сыграл в фильме «Деда Мороза», исполняет ли Дед Мороз желание взрослых, которые в него верят. Бондарчук признался, что был очень растерян, когда увидел сценарий фильма, такой талмуд, который и прочитать, и понять не смог, с огромным количеством деталей героев. Но, по словам актера, он бесконечно доверяет режиссеру Александру Войтинскому, с которым они уже работали, в частности над картиной «Призрак». По сюжету девочки Маше мерещатся страшные летающие монстры, из-за чего становится объективом насмешек со стороны одноклассников. В какой-то момент, оказавшись в центре Москвы, она видит битву монстров с молодыми магами. Один из них спасает школьницу и отправляется с ней в секретную организацию, где она узнает, что Дед Мороз реально существует. «Битва магов» выйдет в прокат 24 декабря. А у нас с вами появится возможность увидеть еще одну потрясающую сказку с участием замечательных героев. А тем временем... А тем временем, пока я вам все это рассказываю, замечательно орудует ножами на кухне Сергей Абалин и готовит потрясающее блюдо, которое будет полезно абсолютно все. Готовит, что самое интересное, перепелиные яйца и яички, потому что, как Аня сказала, авокадо у ацтеков переводилось как яички. Да, на самом деле у авокадо есть несколько названий. Да, у ацтеков оно переводилось как яичка, а также еще аллигаторова груша. То есть, на самом деле, этот плод похож на нашу грушу, но только визуально. По своим вкусовым и полезным характеристикам совершенно разница с грушей. Еще, да, да, вот так вот иногда говорят, что дерево авокадо порой достигает высоту около 18 метров, Сергей. Ну а если дерево авокадо достигает высоту 18 метров, то самый длинный туннель достигает длины 57 километров. И об этом мы расскажем вам далее. Да, железнодорожным туннелем может гордиться Швейцария, самым длинным. Открылось регулярное движение пассажирских поездов по Готардскому базисному туннелю, который стал самым длинным в своем роде в мире. Протяженность участка составляет 57 километров. Туннель построен вдоль подошвы СН Готардского горного массива и позволяет преодолеть путь между северной и южной стороной Альп всего за 20 минут. Туннель связал немецкоязычную часть Швейцарии с итальяноязычным кантоном Тичино. А время в пути между данными пунктами теперь сократилось аж на полчаса. Строительство Готардского тоннеля длилось, внимание, 17 лет и обошлось в 12 миллиардов швейцарских франков. 17 лет! Господи, ну, наверное, он действительно невероятен и будет восьмым чудом светом. Сергей, как вам кажется? Ну, взирая и узнавая о таких современных чудесах света, хочется пожить подольше, хочется подольше зарабатывать для того, чтобы все это увидеть. И что это своими глазами. Ну, что ж, дорогие друзья, вы это увидите своими глазами, если будете беречь свое здоровье и лакомиться этим блюдом, которое называется фаршированное авокадо. Для его приготовления сегодня мы использовали, естественно, творог марки «Президент», в который мы добавили мелко нашинкованный укроп. Понадобились нам свежие огурцы, понадобились свежие помидоры. Естественно, все это мы нарезали. Вы можете нарезать это в соответствии с тем, с той фантазией, которая вдруг посетит вас этим утром. Авокадо. Авокадо, перебелиные яйца, огурец, помидоры и, собственно говоря, да, ваше хорошее настроение. Ну, дорогие друзья, мы движемся дальше, завтрак у нас готов. Надеюсь, чашечка бодрящего кофе у вас тоже, поэтому оставайтесь с нами на первом развлекательстве. Оставайтесь, потому что нашу страну посетила сама скрипка «Страдивари». Об этом расскажет рубрика «Лица улиц» сегодня утром. Спонсор кулинарной рубрики «Торговая масса».